Добрый день, друзья! С вами Евгений, и мы продолжаем знакомиться с Moodle. И сегодня я хотел бы поговорить о Moodle и смартфонах. Но для начала хотел бы рассказать вам небольшую историю. Когда я учился в техникуме, у нас была учительница по сопромату и теоремеханике. Звали ее Тамара Николаевна. Среди студентов я был неплохой студент, и старался всегда сделать задания вовремя, и часто отвечал у доски. Тамара Николаевна отличалась тем, что она очень хорошо давала конспект. Она расстраивалась, когда студенты были неподготовлены, и говорила такие слова. «Если бы вы хотя бы в метро открывали конспект, то вы бы сейчас могли все успешно сдать и сделать». К сожалению, мы в то время не всегда так поступали, и не всегда имели желание открывать конспект в метро. Но сегодня ситуация совершенно другая. Поэтому сегодня, мне кажется, очень важно и выгодно использовать смартфоны для обучения наших студентов. А теперь давайте перейдем в Moodle и посмотрим, какие элементы курса можно эффективно использовать для работы со смартфоном. Давайте зайдем на наш курс. Вот у нас здесь тема 3. «Добавить элементы или ресурс». И мы видим, здесь есть элементы курса. Но в первую очередь я хотел бы пролистать немножко ниже и показать ресурсы, которые мы можем использовать, и которые удобно применять на смартфоне. И студенты в метро или в любом другом месте смогут эффективно их использовать и учиться тому материалу, который вы, друзья, хотите преподавать или который вы преподаете. Дело в том, что в настоящее время очень большое распространение получило так называемое дробление информации. То есть по-английски это звучит так «чанкин». Люди получают информацию сегодня дискретно, некоторыми такими небольшими кусочками. Слово «чанк» — это кусок по-английски. И мы с вами можем также использовать это, поскольку люди привыкли к тому, чтобы обучаться посредством вот таких сегодня коротких кусочков информации, которые действительно человек способен схватить, способен обработать и затем реализовать в своем проекте или в своей жизни. Поэтому «чанкин» и изучение в метро или на ходу — довольно-таки полезная, можно сказать, вещь. Она позволяет нам эффективно использовать время, а также эффективно использовать время вашим студентам. Например, если я редактирую видео, есть очень много хороших тьюториалов, благодаря которым я научился редактировать видео. И эти тьюториалы всего лишь по 5-7 минут. И я практически изучил многие вещи на ходу, и затем дома я проверял их, и в результате усваивал информацию очень хорошо. Конечно, это не к каждому курсу можно отнести, но, тем не менее, для нас это важный элемент в обучении наших студентов. Итак, какие элементы? Здесь мы видим такой элемент, как гиперссылка. Вы можете дать ссылку на видео с вашего YouTube-канала или с другого источника. И сегодня практически везде есть 3G-интернет у нас, и в метро также присутствует этот интернет, и студенты имеют наушники, часто смотрят видео, поэтому они с удовольствием посмотрят видео по вашему предмету. Второй элемент – это книга. Книга – это очень хороший элемент и ресурс, который можно использовать и переносить из одного курса в другой. Если вы разработали какие-то методические указания, или ваши коллеги разработали методические указания, их полезно и ценно сделать в виде такой книги, поскольку книги можно переносить из одного курса в другой. Книги имеют страницы. Они легко листаются на Moodle и на смартфоне. Мы можем их пролистывать. Если у вас где-то есть методические указания, где-то в размере, в объеме 10 страниц, то их очень удобно поместить в книгу, и студенты смогут на смартфоне за время своей поездки просто прочитать эти методические указания, а после вернуться к их выполнению, когда приедут в общежитие или приедут к себе домой. Пакет IMS содержимого мы не будем рассматривать. Это специальные программы, которые определенным образом упаковывают информацию, и ее тоже можно помещать в Moodle. Элемент папка нам тоже не подходит для того, чтобы работать с Moodle на смартфоне, поскольку те ресурсы, которые будут в этом элементе, они скачиваются на компьютер студенту. Хороший элемент здесь у нас также пояснение. Этот элемент очень полезный, если вы на самом деле что-то забыли в процессе составления вашего курса. Я часто использую этот элемент, поскольку он не влияет на другие элементы курса. Его тоже удобно использовать на смартфоне, поскольку он просматривается и не происходит какого-то дополнительного перехода на другие сайты и так далее. Давайте теперь посмотрим. Хороший элемент у нас есть, который мы можем использовать для работы студентов на смартфоне. Это элемент страницы. Тоже информация помещается в определенном виде. Нет никаких других переходов на другие источники. И студенты могут прямо в курсе Moodle просматривать эту информацию. Если это небольшой объем информации, то рекомендуется использовать страницу. Если объем информации побольше, то мы используем ресурс книга. Кроме этого, мы можем увидеть такой элемент, как форум. Его тоже очень удобно использовать и для работы в смартфоне, поскольку студенты могут прямо в оболочке Moodle ответить на какие-то вопросы форума и пообщаться с преподавателем. Скажем так, элемент задания не очень удобно использовать для работы на смартфоне, но, тем не менее, эти элементы могут быть размещены сразу после ресурсов, о которых мы только что с вами сказали. И эти элементы потом смогут выполняться студентам, и они не потребуют дополнительного времени для того, чтобы что-то изучать, поскольку они уже изучат информацию и материал на ходу, скажем так. И что мы можем еще сказать об этом? В принципе, это, собственно, то, что я вам хотел сегодня рассказать по поводу Moodle и смартфонов. Сегодня смартфоны очень большую имеют популярность, и практически у каждого студента, у каждого преподавателя есть смартфоны, поэтому их необходимо использовать в нашей жизни. И это действительно те инструменты, которые помогают нам учиться сегодня и усваивать информацию. Поэтому проектируйте свои курсы, создавайте свои курсы таким образом, чтобы студенты могли воспользоваться ими на ходу, в то время, когда они находятся в пути, в то время, когда они находятся в поездке в какой-то, и смогли усваивать тот материал, который им необходимо усвоить. Если у вас есть вопросы по этому видео, поставьте, пожалуйста, эти вопросы в комментарии, я буду рад с ними ознакомиться и на них ответить. А также ставьте лайк или дизлайк этому видео и напишите, что вы думаете об этом. И до новых встреч в курсах!